Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала Экзегет. На портал поступил вопрос. Если человек, согласно Библии, рождается чистым, то почему некоторые дети рождаются с врожденными заболеваниями и страдают от них всю жизнь? На самом деле есть два типа греха, которые могут быть в человеке и влиять на нашу жизнь. Есть личные грехи, то есть те грехи, которые человек совершает сам по своему разумению, по своей воле. Это его выбор. Я сделал что-то не так, это мой личный грех. А есть так называемый первородный грех. Это такая греховная закваска, греховное изменение, которое вошло в весь человеческий род после грехопадения и передается из поколения в поколение. И вот когда рождается ребеночек новый, он, конечно же, чист от всякого личного греха. Он ничего плохого еще не совершил. Но греховная закваска первородного греха, к сожалению, уже в нем присутствует. Как вот произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, грехопадения. И в следующем поколении или через два поколения дети не были участниками этой катастрофы, не виноваты никак в этой катастрофе, но могут на себе носить последствия, могут быть какие-то заболевания, связанные с тем, что за два поколения до того произошла катастрофа. Так вот, грехопадение — это такая страшнейшая катастрофа, которая отражается через все поколения человеческого рода. Каждый новорожденный человек несет в себе следы вот этого первородного греха. Царь Давид в своем знаменитом покаянном 50-м псалме говорит, «Во грехах родился я, в беззаконии зачат есть, в грехах родимя мать моя». Почему он так говорит? Он был зачат в законном браке, он восьмой сын в благочестивом семействе. Он так говорит именно потому, что первородный грех коснулся его, и он это чувствовал уже по факту его рождения. И вот каждый из нас по факту рождения свободен в младенчестве от личного греха, но не свободен от первородного. Только один из всего человеческого рода свободен от этого первородного греха — это Господь Иисус Христос, который был рожден не от соединения мужчины и женщины, а чудом, особым сверхъестественным образом, наитием Святого Духа, на Деву Марию. Болезнь всякая, это результат греха. Но нет такой прямой связи, вот я согрешил вот таким-то грехом, и за это мне немедленно дана вот такая-то и такая-то болезнь. Нет. Грех — это как такая дырочка в плотине, через которую зло проникает в наш мир и поражает этот мир, в том числе болезнями. И между нами людьми очень тонкие связи. И бывает, что согрешил какой-то один человек, а болеет другой. Болели и святые люди, болели и великие люди, терпел боль, и даже смерть принял сам Господь Иисус Христос, будучи совершенно безгрешным. То есть одни люди могут нести на себе последствия грехов других людей. И мы не всегда можем это проследить. Почему именно заболел этот человек? Почему Господь попустил сгул восторжествовать вот над этим человеком? Таким вопросом задавались апостолы, когда увидели слепорожденного человека и спрашивали своего учителя, Господи, почему он болеет от рождения? Почему он слеп? Кто согрешил? Он или родители его? И Господь ответил, ни он не согрешил, ни родители его, но это для того, чтобы исполнилось на нем слава Божия и исцелил этого человека. И вот когда мы видим какого-то больного человека, большого или маленького, с врожденной или приобретенной болезнью, то мы не должны задаваться вопросом, за что, кто виноват, кого проклясть, а мы должны задаваться совершенно другими вопросами. Как помочь? Как поддержать? Как проявить любовь к этому человеку? И в том числе это касается и новорожденного ребеночка. Если он имеет какое-то врожденное заболевание, то не нужно искать виноватого родителей или его самого. Апостолы ошибались, когда задавали этот вопрос. А нужно подумать, как явить ему свою любовь, как поддержать, как приогреть это крохотное существо, которое уже несет на себе какую-то часть креста, вызванного человеческим злом. И вот этот вопрос, как поддержать, как помочь, как явить свою любовь, это гораздо более важный вопрос, чем кто виноват, он согрешил или родители его.